Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим использование хмеля. Из общего количества задаваемых горьких хмелевых веществ в готовом пиве остается только около 20%. Почти такая же доля при варке вообще не переходит в раствор и значительная часть теряется в последующих производственных процессах. Главным образом при охлаждении сусла и при главном брожении и доброживании. С точки зрения качества пива нет необходимости, чтобы в него перешло больше горьких веществ, чем это нужно по вкусовым и техно-логическим требованиям. Однако попытки получить из хмеля больше ценных веществ, чем удается получить их при нормальной варке, оправданы с экономической точки зрения. Уже в конце 19 века использовали машину, с помощью которой прилистники отделяли от стерженька и стебельков. Хмель несколько лучше выщелачивался, однако мелкие частицы хмеля попадали в отстойные чаны и увеличивали долю горькой мути и потери экстракта. Вкус пива был более резким. Испытывалось дробление хмеля на молотковых мельницах, как в сухом, так и во влажном состоянии в водной среде. При дроблении в сухом виде хмель в мельнице нагревался, и тем самым ухудшалось его качество. Измельченный хмель используют также при способе применения его по гесбергу. После окончания сусла с хмелем его откачивают одновременно с суслом в отстойные чаны. И после осаждения удаляют вместе с отстоем и используют для затирания следующей варки. Вместе с дробленным солодом он проходит через процесс затирания и удаляется вместе с дробиной. Готовыми продуктами такого типа являются хмелевый порошок и обогащенный хмелевый порошок, о которых говорилось в предыдущих видео. Для лучшего использования хмеля применяют также различные экстракторы. Это, как правило, цилиндрические резервуары с мешалками, которые устанавливают между фильтрационным чаном и сусловарочным котлом. Через экстрактор протекает первое сусло и промывные воды, с помощью которых можно хмель выщелачивается. Для лучшего использования хмеля применяют также различные экстракторы. Это, как правило, цилиндрические резервуары с мешалками, которые устанавливают между фильтрационным чаном и сусловарочным котлом. Через экстрактор протекает первое сусло и промывные воды, с помощью которых хмель выщелачивается. При движении в жидкости хмель измельчается и выщелачивается лучше, чем при нормальном кипячении. Однако экстрагирование протекает при иных условиях, чем при варке в котле, а это влияет на вкус пива. Даже несмотря на экономию, получаемую при использовании этого способа, экстракты не нашли широкого применения на практике. Для лучшего использования хмеля применяли также ультразвук. При этом предполагалось, что обработка ультразвуком облегчит выщелачивание горьких веществ хмеля и их изомеризацию. Был использован также слышимый звук. В обоих случаях подтвердилась возможность повысить таким образом использование хмеля. Имевшиеся первоначально очень оптимистические по этому способу сообщения, даже проверенные на практике, впоследствии на основе точных аналитических исследований и основательных дегустационных опытов, были несколько откорректированы. Кроме того, нельзя точно установить эффект, который достигается с помощью этого способа. Так Салыч и другие проводили опыт, результаты которых приводятся в обширной литературе. Кроме этого, были попытки выщелачивать хмель под давлением в горячей воде. О наиболее подходящем использовании хмеля изомеризации горьких кислот уже упоминалось в предыдущих видео. Наибольшей же экономии хмеля можно достигнуть, используя вместо шишкового хмеля хмелевые экстракты. Попытки найти другие возможности лучшего использования хмеля будут продолжаться. Однако функции хмеля при производстве пива настолько широки, и определение неустойчивых соединений, а также проведение достоверных дегустационных опытов так затруднительно, что точное определение экономии хмеля при использовании различных методов часто довольно проблематично. Отделение хмеля. После окончания варки сусла с хмелем, сусла нужно быстро отделить от хмеля. Если хмель оставить в горячем сусле на продолжительное время, то это может отрицательно повлиять на вкус и цвет пива. Хмель отделяют от суслов хмелеотделители. Используемые хмелеотделители на первоначальных этапах пивоваренного производства имели четырехгранную форму, и хмель из них удаляли вручную. В современности все чаще используют круглые, цилиндрические, закрытые хмелеотделители, из которых хмелевая дробина, перемешанная с водой, устраняется насосами. Хмелеотделители – это цилиндрический резервуар с коническим дном, снабженный внутри ситом и мешалкой для перемешивания всего содержимого. Сусло протекает через сито, которое задерживает хмелевую дробину. Хмелеотделитель должен быть достаточно большим. Его объем должен соответствовать одной пятой объема котла, чтобы прохождение сусла было непрерывным и достаточно быстрым. После спуска всего сусла хмелевую дробину перемешивают с горячей водой и выщелачивают. Выщелоченную дробину после повторного перемешивания с водой удаляют в отходы. Иногда, если это допускает условие, хмелевую дробину после промывки измельчают и перемешивают с солодовой дробиной. Конструкция хмелеотделителей различна. Важно, чтобы хмелеотделитель был закрыт, а в варочном отделении не образовывались избыточные пары. И можно было механизировать все процессы, связанные с отделением дробины. Схема конструкции хмелеотделителя представлена на экране. Монтежу, из которых хмелевая дробина устранялась давлением пара и которые были распространены ранее, уже не применяются из-за сложности с их обслуживанием. В США имеются хмелеотделители непрерывного действия. Они работают как шнековые прессы для дробины. Хмель подается шнеком по перфорированному желобу, из которого сначала оттекает сусло, а затем хмелевая дробина выщелачивается и прессуется. Также возможно использование так называемых намывных фильтров, с помощью которого сусло фильтруется и отделяется от хмеля. И такой фильтр наиболее пригоден для отделения измельченного хмеля. Это цилиндрический резервуар, в котором вертикально расположены сета. На сетах задерживаются тонкие фракции хмелевой дробины и грубая взвесь. Более мелкие частицы падают на дно. Хмелевая дробина на сетах и на дне в тонком слое легко выщелачивается и с помощью воды быстро удаляется из фильтра. Кроме того, при фильтрации через тонкий слой хмелевой дробины на сетах сусло освобождается от грубой коллоидной мути. Может без дополнительного центрифугирования направляться прямо на охлаждение. Отделённый от сусла хмель содержит на 1 кг исходного хмеля около 6,6 литров сусла, а из 1 кг исходного хмеля получается около 7 кг хмелевой дробины влажностью от 80 до 85%. Поэтому, чтобы ограничить потери, хмель следует основательно выщелачивать или прессовать. Даже при хорошем выщелачивании в остаточной воде остаётся около 2% экстракта. Для стекшей хмелевой дробины приводится по Леберле следующий состав сухого остатка в процентах. Представлен на экране. Несмотря на то, что хмелевая дробина содержит свыше 20% горьких хмелевых веществ, способы использования хмеля путём возвращения хмелевой дробины в варочный процесс применяются редко. Вы посмотрели видео об использовании хмелевой дробины. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, отправьте это видео в социальных сетях тем людям, которым оно могло бы быть интересно. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова